Всем привет! С вами я, Стив Про, и сегодня я вам покажу мод, добавляющий статуи в наш любимый Майнкрафт. Собственно, друзья, данную статуу вы можете скрафтить. Даже в режиме Кратилла вам придётся её крафтить. Крафт состоит довольно прост. Собственно, для её крафта вам понадобится 4 палки и 3 булыжника, после чего вы получаете армор стенд. Не знаю почему, но выглядит как нажимная плита. Собственно, вот что я получил в данный момент. На неё мы можем нацеплять любую броню, друзья. Собственно, сейчас мы должны нацепить, но почему-то она не цепляется. А вот, друзья, всё отлично, мы сделали, что мы хотели. Собственно, давайте я вам продемонстрирую, как она вообще ставится. Вы просто ставите, как настоящую нажимную плиту. Давайте поставим, наверное, где-нибудь вот здесь. Вот. И вот, друзья, она у нас поставилась. Собственно, видим, что скин багнутый. Жмите где-то вот здесь. Вот где-то здесь, друзья. Она не с первого раза ещё нажимается, с ручком. Вот, друзья, и теперь мы можем выбрать скин. Вот мы сделали из этой штучки вот такого зомби. К сожалению, многие скины работают неправильно. Плеер, как видите, появляется багнутая текстурочка. Шар. А, вообще, скин становится чёрным. Не знаю, с чем связано, но, надеюсь, мод ещё поддоделают. Собственно, друзья, это тоже багнутая текстурка. Блэк чёрный. Ну и, собственно, как видите, больше ничего нет, кроме зомби. Зомби работает нормально. Ну, собственно, друзья, мы на него, опять же, можем надеть только броню. Собственно, так, почему не надевается-то, а? А, друзья, просто нужно стукнуть. Именно стукнуть. А, интересно, а если мы хотим поменять, у нас это получится? Да, друзья, у нас также получается поменять эту броню. Как понимаете, мод ещё на ранней стадии разработки. Поэтому здесь важны, ой, здесь возможны всякие баги. Но не обращайте внимания, по идее, мод хороший. И, собственно, он заслуживает вашего внимания, а также вашего лайка. Если вам всё понравилось, обязательно поставьте жирный лайк и не забудьте подписаться на канал. Ну, а мы вместе с вами увидимся на сегодняшней сходочке.